Организация перевозок и регулирование цен за проезд, капремонт дорог, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В текущем году финансирование этих направлений увеличится в разы. Об этом говорили сегодня в Доме правительства. На заседании звучали конкретные цифры. Так, на ремонт дорог из федерального бюджета выделены 142 миллиона рублей. На эти средства обновят дороги не только регионального, но и межмуниципального значения. Важный аспект – изменение в правилах перевозок и регулирования тарифов. Насколько способны муниципальные образования выполнять эти полномочия качественно и соответствующим образом регулировать пассажирские перевозки. Вот я сейчас имею в виду. И как будет обеспечиваться методически этот процесс? У нас на сегодняшний день, например, регулирован тариф по перевозке на муниципальных маршрутах установлены в шести муниципальных районах и городах. Например, в Мариевском посаде, в Козловке, в Красноармейском районе, в Ядринских районах и городах Чебоксар, на Чебоксар. Дополнительные средства направят на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Владимир Степанов отметил, что объем финансирования госпрограммы на ближайшие два года увеличится на 1 миллиард 737 миллионов рублей. Большая часть указанной суммы – это средства республиканского бюджета и около 700 миллионов рублей – федерального. Эффективность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом сейчас тоже на особом контроле правительства. Данные муниципалитетов по заболеваемости формируются в таблицу. Из нее ясно, где борьба идет успешно, а где нет. В неблагополучной с точки зрения распространения инфекции районы направляются республиканские мобильные группы, чтобы на месте определить слабое звено. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.